Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы «События». В студии работает Юлия Поржон. Продолжается всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. С документом можно ознакомиться на национальном правовом портале «Право.Бай». В печатном виде проект доступен для ознакомления в публичном центре правовой информации, функционирующем на базе Сморгонской районной библиотеки. В Сморгонском районе проходит активное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции. Работают общественные приемные, проводятся диалоговые площадки и встречи с трудовыми коллективами и населением района. На минувшей неделе председатель Сморгонского райисполкома встретился с жителями микрорайона Корени и трудовым коллективом открытого акционерного общества «Сморгонь Агросервис». На встречах обсудили изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь. Внесение изменений в главный закон страны обусловлено объективной динамикой общественно-политических и экономических процессов. Действующая Конституция была принята в марте 1994 года. На то время она была сильной и актуальной, отметил Геннадий Васильевич. «После распада Советского Союза нам нужно было сохранить лучшее, что мы смогли достичь в те годы. Сейчас ситуация совсем другая. Мир движется вперёд. Поэтому и назрела необходимость внести изменения в основной закон страны». Главный специалист отдела идеологической работы по делам молодёжи райисполкома Елена Барташ рассказала об основных изменениях и дополнениях, которые предлагается внести в Конституцию Республики Беларусь. Изменения коснулись всех разделов закона, в том числе преамбулы. В Конституцию предлагается включить положение, касающееся сохранения исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В проекте обновлённой Конституции особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей. Конституционные изменения касаются и вопросов формирования внутренней и внешней политики. В проекте Конституции подчёркивается, что Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. Существенные изменения основного закона страны касаются Всебелорусского народного собрания. В проекте сформулированы нормы, определяющие ключевые аспекты статуса, порядка формирования и полномочий этого представительного органа. На встречах по обсуждению проекта Конституции председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик ответил на вопросы присутствующих, а также поделился своим мнением о предлагаемых изменениях. Для себя я выбрал три основных важных момента или вопроса, которые точно очень актуальны на сегодняшний день. Это первое Всебелорусское народное собрание. Считаю, что это как дополнительное народовластие. Это первое. Второе – это, конечно же, сохранение исторической памяти. Это самый основной вопрос. Потому что может прийти кто-то другой, и мы можем забыть, что такое победа, или поздравлять с Днём Победы, или поздравить с Рождеством и с Новым Годом. И третье направление – это, конечно, семья. Семья – это муж и жена. И очень хорошо, что это высказано и православной церковью, нашим митрополитом Вениамином. Это предложение внесено, и я считаю, что это всё правильно. Не родитель номер один и не родитель номер два. Для меня вот три этих основных направления, три основных предложения по изменению Конституции Республики Беларусь, считаю, очень актуальны в данный момент. В 1994 году была принята Конституция, по которой мы сегодня живём. Да, вносились определённые изменения и в 1996 году, и дальше. И уже с 2016 года была поставлена задача о подготовке изменений. И я считаю, что вот это самое актуальное время, да, подстегнуло нас и события последних двух лет, и политические, экономические, и пандемийные, так называемые. Вот это, наверное, быстрее нам дало возможность о принятии новых изменений. И они сегодня очень актуальны. Конечно, я призываю не только наших жителей города-района, но и всех жителей нашей страны прийти в обязательном парадке на референдум и оставить свой голос за поддержание данной Конституции, данного основного закона Республики Беларусь. Каждый гражданин может внести предложение по совершенствованию проекта Конституции. Окончательное решение об основном законе страны будет принято на референдуме, который запланирован на конец февраля. В Сморгонском районе работают общественные приемные по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. 12 и 13 января с 17.00 до 19.00 будет проводиться прием граждан в районной организации общественного объединения «Белая Русь» по адресу улица Советская, 3, кабинет 4. Ежедневно по будням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 работает горячая линия по телефону 409-98. 12 и 14 января с 10.00 до 12.00 будет работать Общественная приемная Белорусского союза женщин по адресу улица Советская, 3, кабинет 4. Можно обратиться лично, а также позвонить по телефону 409-98. Общественная приемная Белорусского Республиканского союза молодежи будет работать 13 января с 14.00 до 16.00 по адресу улица Ленина, 5, кабинет 406, телефон 376-97. 7 января православные верующие отметили один из главных радостных праздников – Рождество Христово. Рождение Иисуса Христа стало началом нового летоисчисления в христианском мире. Праздник символизирует примирение человека с Богом и обновление человеческой природы. Рождество Христово – один из самых значимых праздников Православной Церкви. В этот день во всех храмах состоялись торжественные богослужения. Верующие устремились под церковные своды, чтобы вознести к Господу общие молитвы и надежды. В Сморгоне центром духовной радости стал Храм Преображения Господня. Праздничную божественную литургию 8 января возглавил епископ Лицкий Сморгонский Порфирий. Христос, Он дает человеку подлинный мир, подлинное счастье. Человек только поистине может быть счастливым, живя в общении с Богом. Поэтому, дорогие мои, я в этот прекрасный праздник христианский хотел бы вам всем пожелать крепкой веры, чтобы вы ценили то, что мы имеем, чтобы эту веру передавали своим родным, близким, чтобы Господь вас сохранял на всех ваших путях жизненных и чтобы вы никогда крепко ничего не боялись. Потому что Бог сильнее всех обстоятельств, сильнее смерти, сильнее всех болезней. И мы должны понимать, что если мы с Богом, нам никто не страшен в этом мире, потому что Бог, Он над всем. И там, в будущей жизни, Он встретит человека, который искренне верил в Него. Он не может его предать. Да, он падал, может, как-то спотыкался в этой жизни, но он старался хотя бы идти в этом направлении. Обязательно Бог его там встретит, обнимет его и дарит ему свое Царствие Божие. Поэтому для этого надо постараться в этой жизни. История чудесного рождения Божьего младенца хорошо известна каждому верующему. Дева Мария родила мальчика, которому было суждено изменить судьбы миллионов людей. Чудесная звезда указала путь пастухам, которые первыми поспешили поклониться Спасителю. С драгоценными дарами к яслям младенца пришли волхвы. Рождество Христово стало для православных началом новой эры, надежды и веры. Праздник Рождества, конечно же, это праздник радости. Когда рождается человек, конечно же, мы радуемся, что Господь дал нам человека в мир. Конечно же, и родители Всевышнего Господа переполнялись своей радостью внутренним, мира своего, тем, что Господь даровал им чадо. И, как мы знаем, это необычайный ребенок был за труды, которые понесла Пресвятая Матерь Божия земной жизни. Она удостоилась великой чести рождения Бога младенца. Господь — это есть любовь. И, конечно же, мы должны, символизируя этот праздник, проявлять свою также любовь к ближнему своему, милосердие к ближнему своему. Хотелось бы, чтобы мы в эти дни, в дни торжества, в дни святок, не забыли о тех, кто нуждается в нашей помощи. Всех вас, дорогие мои, хотелось бы в сей день поздравить с праздником Рождества Христова, пожелать вам крепости сил, чтобы Господь, рожденный Богомладенец, вселился в наши души, наши сердца и был путеводителем земной нашей жизни и в вечности. Рождество Христово по учению Церкви символизирует торжество подлинной духовности и человеколюбия, прославляет благородные идеалы гуманизма и милосердия. Со словами поздравления к верующим обратился председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик. Хочу пожелать всем крепчайшим, здорового, челесного и душевного благополучия. И, конечно же, то тепло, которое дарит нам Рождество Христово, сохранил Сморгонск, не только рождественский праздник, его хватило на весь год. С Рождеством Христово. Светлый праздник Рождества разжигает в душе каждого человека особый благодатный свет. В этот день верующие особенно остро и глубоко сокровенно переживают встречу с Христом. Рождество Христово – это такой праздник светлый, такой значительный для всех людей, не только для меня, потому что Бог воплотился на земле в виде человека, Сына Божия. Это настолько удивительно и поразительно, что Бог такую милость оказал всем людям. И этот праздник всегда, он полон чудес, каких-то светлых надежд, радостей, наполняет сердце любовью от самого сознания, что Бог на земле и пришел для спасения людей, чтобы спасти нас от грехов и подарить нам жизнь вечную. И нам только остается следовать этому пути и выполнять заповеди Господни, восхвалять Господа, прославлять Его всегда, благодарить, конечно. Это праздник для всего христианского сообщества, всего мира, особенно этот день для нас православных. Это же радость, это же возрождение всему. Надежда, она должна быть у каждого человека. Без надежды человек не может существовать. Человек должен, чтобы двигаться вперед, на что-то надеяться, строить планы, жизнь. Надежда – это все у человека. Очень много значит этот праздник. Это годовой праздник для всех верующих христиан. Он несет для нас спасение, нашим душам, нашим телесное здравие, будем так говорить, спасение всему миру несет. С особым трепетом и волнением ждали этого светлого праздника дети. Воспитанники воскресной школы Храма Преображения Господня подготовили рождественское представление, которое смогли увидеть все желающие после праздничного богослужения. Рождество Христово для меня значит очень светлый праздник, когда родился Иисус Христос в пещере, и все радовались этому. Сегодня пришла на службу для того, чтобы поздравить Иисуса Христа с Его рождением, чтобы у всех было крепкое здоровье, счастье, любви. Младенцу Иисусу Христу я хочу пожелать, чтобы Он был самый счастлив. Мы маленькие свечи, но можем и светить, и свет Господня речит, другим сердцам явить. Так радуйтесь же с нами, и веселитесь все, Христос, Спаситель мира, родился на земле. В районном центре культуры сверкали огни, было шумно и весело, много нарядных детей и радостно улыбающихся взрослых. Рождественский концерт стал местом душевной искренности и общей радости. Светлый праздник Рождества ассоциируется с зимой и белым снегом, поэтому представление называлось «Рождественская метель». Я еще умею читать, и не носка умею считать, но я знаю, что Барен настал, делай день я Иисуса Христу. Украшением концерта стали театральные постановки, хореографические композиции, выступления хора «Лучик». Дети дарили хорошее настроение, веселье и тепло. Зал же, в свою очередь, не скупился на аплодисменты. Рождественский концерт прошел в особой атмосфере волшебства и счастья, потому что нет на свете большей радости, чем делиться с ближними добром и любовью. Арт-парад у новогодней елки состоялся в Сморгоне в канун Нового года. Представители предприятий, организаций, образовательных и культурных учреждений района в костюмах Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей проследовали по главной улице города к Центральной площади, где прошла развлекательная программа. Большое шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей в Сморгоне стало хорошей предновогодней традицией. Приветствуя жителей и гостей города, герои зимнего торжества прошли по улице Советской. Каждую команду сопровождал ярко украшенный транспорт. Эпицентром праздника стала городская площадь. У главной елки развернулась развлекательная программа. Песни, танцы и множество музыкальных подарков создали атмосферу настоящего волшебства. Сморгонцев поздравляли главные герои новогодних праздников. Я очень рад увидеть вас и с наступающим поздравить с Новым годом! Сморгонская районная библиотека приветствует всех! Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, счастья, побольше детишек, их сегодня очень много, чтобы было все хорошо и благополучно в следующем Новом году. Всех с наступающим Новым годом! Удачи, счастья, радости! Дед Мороз Снягурочка у нас сегодня працует на сцене, поэтому от имя нашего коллектива мы веншуем вас у всех щиро с Новым годом! От всей души рад поздравить жителей города Сморгонь. Пусть уходит старый год, унося ненастья, а Новый больше принесет здоровья, радости и счастья! С Новым 2022 годом! Сморгонцы! С Новым годом! Участники арт-парада дарили веселое настроение всем, кто пришел посмотреть на новогоднюю сказку. После представления команды развлекательной программы были объявлены результаты конкурса на лучший новогодний автодизайн. Председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик вручил награды победителям. Лучшим был признан транспорт Сморгонского опытного лесхоза. На мероприятии также были подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее украшение объектов города и района. В номинации «Организация обособленное подразделение» победил Сморгонский литейно-механический завод. Среди учреждений сферы обслуживания лучшим было признано производственное управление Сморгонь-Газ. В номинации «Социальная сфера» победу одержала детско-юношеская спортивная школа по футболу. Среди учреждений образования победила средняя школа номер один. Городской универмаг занял первое место среди торговых объектов. Лучшая украшенная организация сельской местности – коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Синьки». Коренёвский селисполком победил в номинации «Административный центр на территории сельсовета». Также наградили жителей города и района, чьи дома привлекают внимание ярким и оригинальным украшением. Атмосфера общего веселья в этот зимний предновогодний вечер царила не только на площади, но и во всём городе. В конце мероприятия сморгонцев поприветствовал тигр – символ 2022 года. Одно из важных условий успешного развития агропромышленного комплекса – кадровый потенциал. Управление сельского хозяйства и продовольствия Сморгонского райисполкома постоянно проводит работу по привлечению молодёжи в наш район. В конце декабря начальник управления Сергей Медведскас встретился с учащимися аграрной группы 11 класса средней школы номер 2. На мероприятии также присутствовали главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Оксана Страшкевич и председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Виталий Ивашко. Встреча начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Сморгонского райисполкома Сергея Медведскаса с учащимися агрогруппой прошла в формате круглого стола. Сергей Тадеушевич рассказал об особенностях аграрных специальностей, которые выбрали старшеклассники. Ребята поделились своими планами на будущее. Юлия Страшинская всегда помогала бабушке ухаживать за растениями и очень любит животных, поэтому сделала выбор в пользу аграрного направления. Дешила рассмотреть аграрные университеты, наткнулась на Гродненский аграрный университет, начала рассматривать факультеты, и вот меня зацепил карантин растений и зоотехния. Раньше я знала очень мало о зоотехнии, но Сергей Тадеушевич мне объяснил и разложил все по полочкам, и приду домой, поговорю с родителями и до конца уже решу. Анастасия Девятень решила пойти по стопам дедушки-ветеринара. О профессии этой девушка знает не понаслышке, поэтому сложности ее не пугают. У меня дедушка-ветеринар, и я с самого детства видела, как происходят все эти процедуры и с крупным рогатым скотом, и с домашними животными, и мне это нравилось, и поэтому еще с детства у меня такое появилось влечение к этому. Когда в 10-м классе уже распределение пошло по профилям, я сразу же выбрала аграрную группу, и я решила, что это судьба, и я должна стать ветеринаром. Во время общения с выпускниками Сергей Тадеушевич рассказал об особенностях работы в сельскохозяйственной отрасли, перспективах агропромышленного комплекса. Он отметил, что такие встречи важны для привлечения молодых кадров в сельское хозяйство. Основной задачей является кадровое обеспечение аграрно-промышленного комплекса, но не просто физическое наличие молодых специалистов, а именно мотивированных. Поэтому сегодня для того, чтобы у людей сложилось правильное впечатление, правильное понимание, что сегодня представляет из себя аграрный бизнес и специальности, которые востребованы сегодня в аграрном бизнесе, проводятся встречи, где-то мы в процессе обсуждения, живого обсуждения рассказываем, как сегодня обстоят дела, какие перспективы АПК. Ну и, соответственно, мы, конечно, заинтересованы в привлечении молодых специалистов, молодых умов, молодого интеллекта в аграрную отрасль Сморгонского района. Соответственно, вот таким вот образом мы пытаемся увеличить количество поступающих в аграрные вузы. Сегодня у нас присутствовало 9 молодых людей. Я бы обозначил, как очень мотивированные люди и открытый сегодня, я считаю, состоялся диалог за круглым столом, на котором, в принципе, я оценю, как мы достигли определенного результата сегодняшней встречи. Ну а по факту, как уже на самом деле будут обстоять дела, мы, конечно, увидим, когда начнется вступительная кампания и сколько у нас будет как раз-то целевых договоров и сколько именно пойдут в аграрные вузы. Но, безусловно, я видел сегодня по глазам у молодежи горят глаза, и они реально целенаправленно пришли в аграрный класс с других школ, и они, в принципе, видят конечную цель – это поступление в вузы сельхозпрофиля. Главный специалист Управления сельского хозяйства и продовольствия Оксана Страшкевич рассказала старшеклассникам о правилах поступления в аграрные вузы, объяснила преимущества целевого направления. Председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Виталий Ивашко остановился на роли профсоюза в трудовой деятельности аграриев. Встреча проходила в канун новогодних праздников, поэтому в конце мероприятия гости вручили ребятам сладкие подарки. В Сморгонском районе вновь установили зимние температуры. Для настоящей зимы не хватает лишь снега. Но, к сожалению, на этой неделе зимняя сказка обойдет нас стороной. Ближе к Старому Новому году уйдут и морозы, и температура воздуха повысится до 5 градусов тепла. А до этого нас ожидает кратковременное, но сильное похолодание, вызванное арктическим скандинавским антициклоном с севера. В среду 12 января температура воздуха в ночные часы значительно понизится и составит 12-14 градусов мороза, а по северо-востоку района не исключено понижение до минус 16. Температура воздуха днем – минус 6, минус 8. Будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Четверг, 13 января, характер погоды резко изменится. Это будет связано с теплым фронтальным разделом от далекого циклона, с центром над Баренцевым морем. Начнется поступление очень теплых воздушных масс с Атлантики. Ночью столбики термометров покажут минус 7, минус 9 градусов мороза. Днем ожидается стремительное повышение температуры воздуха. Ближе к вечеру она повысится до 1-3 градусов тепла. Ожидается увеличение облачности. Ночью без осадков. Днем пройдут мокрый снег и дождь. В первой половине дня местами на дорогах возможно образование слабого гололеда и гололедицы. В дневные часы сгустятся туманы. Ветер юго-западный, умеренный до порывистого. В пятницу, 14 января, большую часть дня мы будем находиться в теплом секторе циклона с центром над Баренцевым морем. Во второй половине дня территорию Сморгонского района будет пересекать малоактивный холодный атмосферный фронт. Пройдут небольшие осадки, в основном с преобладанием дождя. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем плюс 3, плюс 5. К вечеру температурный фон понизится до 0. Ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы его будут достигать 15-20 метров в секунду. По предварительному прогнозу в выходные дни температурный фон будет колебаться около нулевой отметки. Зимние баталии начнутся на следующей неделе. Ожидаются снегопады и образование долгожданного снежного покрова. На этом наш выпуск завершен. Мы прощаемся с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова